Здравствуйте, мои дорогие! Приветствую вас на своём канале о том, о сём с Ксюшей. Этот канал из Норвегии, о Норвегии и о жизни в Норвегии. И сегодня 23 июня. И мы с вами пойдём в лес и будем искать цветок папоротника. И мама мой сопроводитель! Ты что, в самом деле, дура, не соображаешь, что папоротник размножается спорами? Я соображаю, я знаю, что папоротник размножается спорами. Но в эту магическую ночь мы можем войти в другое измерение. Представляешь, если мы найдём цветок папоротника и загадаем желание. Я стану 18-летняя. У тебя есть более, более такие вот не меркантильные желания. А может, я перейду в другое измерение и сразу стану 18 лет. И скажу до свидания. Ну всё может быть. Ну ладно, пошлите. Ночь, Норвегия, лес, папоротники. Так, мама, покажи часы. Я сняла часы. Ну я вот как могу показать? Давай, задирай мне вот, я буду показывать. Смотрите, сколько времени. Ну чтобы не думали, что мы тут вот просто так вот, знаете, прикалываемся. Сейчас 23 часа 26 минут. До леса дойти ещё надо как-то. Ну вот, будем. А ещё по дороге мы будем собирать лечебные травы. Потому что, говорят, именно в эту ночь и завтра эти лечебные травы наполняются энергией. Господи, мама, ну не пугайте, ну не пугайте. Наполняется энергией именно здоровья. И именно вот такой вот, знаете, вот лечебной энергии. Поэтому кое-что, может быть, мы соберём. А ещё, говорят, те, кто хочет найти цветок папоротника, идёт в лес. Так вот, всякие злые духи, ведьмы, ну в общем всякая такая нечисть, будет нам препятствовать и строить всякие козни. Вот. Вот уже первый слезняк попался. Вот ещё один. Ну, мама, слезняк, это же... А вот, посмотри, какой жирный. Кошмар. И это всё нечисть, нечисть. Боже, их сколько. Мама дорогая. И у меня прям под ногами везде эти слезняки коричневые. Приглашаю со мной на прогулку. И, может быть, мы с вами увидим шабаш ведьмы. А посмотрите, какая луна. У неё, видите, луна. Вот луна. Вот она не луна, луна, а вот так вот месяц, месяц, мама, месяц. Это всё вот... Я не вижу места. Сейчас покажу. Вот видите, выглядывает. Всё говорит о том, что мы на правильном пути. Да, мама? Идём. А ты не боишься? Ничего бояться. Лежу туда во дворе. Не, ну ты пока во дворе, а сейчас в лес войдём. Вы знаете, говорят, в эту ночь и завтра, вот, особенно в эту ночь, все травы, собранные на лугах, приобретут живительную силу. А ещё я вычитала, что в 1600 году, да, мама, году, по-моему, да, те, кто собирали травы в эту ночь, были, так сказать, оштрафованы в Норвегии. Вот так вот. Так что всё не так просто. Выходим за пределы нашего, так сказать, огорода. Вот уже всякая нечисть нам делает, так сказать, преграды. Куча говна кругом, да, мама? Одно говно. Одно говно, блин, никуда не вступишь, везде говно это, овечье. Вот уже начинается, так сказать, сказка. Куда ты пошла, в лес пошли. Если что увидишь, скажешь. Короче, ищем папоротник. Уже приближается к полночи. Ты, если увидишь, скажешь, да? Ну, это ж ты увидишь. Ты желание это вообще загадываешь. Знаешь, что ты ходила? Цветок увидишь, господи. Какой-то маленький папоротник, а что они не чистят. Мы же в другое измерение войдём. О, глянь, сколько их тут. Они же понимаешь, как ты его не сможешь сорвать. Я читала, что цветок папоротника сорвать нельзя. Его только можно увидеть, прикоснуть с ним и исчезли. Но в это мгновение, оно только одно мгновение и только в полночь. Но в это мгновение, если твои желания, у тебя обретут магическую силу. О, мама, а представляешь, как ты будешь в 18 лет? Что я с тобой тут работать буду-то? Как я Наву расскажу, что это та мама была? А они скажут, чего ей в 18 лет-то? Да нет, там к морю вряд ли. Пошли по этой дороге. Представишь, что я Наву скажу? Отправят тебя на индукционную программу. А тебе по паспорту. Ну? Хочешь? Если мне подъед хочется, пойду учиться. Учиться пойдёт. Вот так вот. Видите? Господи. Так, ищем папоротник. Уже скоро приближается к полночи, мама. Мама, ищи цветок папоротника. Погодний год. Увидела? Ну вот тут папоротник. Папоротник. Давай стоять и ждать, пока он засветёт. Смотри, какой жирный, красивый. Будем стоять, Жай. Я пойду щукущик пошукаю. Это твой кушик. Ты его нашла. Как это можем уметь? Давай, где-то мы будем. Вот ты кажешь, никто не бачивший цветок папоротника. Ну, а мы будем первые. Куда пошла? Ну, давай. Смотри, там нечистые силы начнут тебе... Можно нарвать чуть-чуть. Дело всё в том, что тебе сейчас нечистые силы могут всякие козни парить. А вот видите, цепленечка зацветает. Наверное, в эту ночь у неё действительно настоящие, лечебные, так сказать, свойства. Мне маму нельзя оставлять, надо так за ней идти. Давай, значит, ждать, пока этот зацветёт. Вот только зацветёт, сразу загадаем, чтобы война закончилась, например. А ты знаешь, такое может быть, что ты побачишь, а я не. Или наоборот. Провалимся, так сказать, в другое измерение, и всё. А представляешь, вот это мы тут с тобой ходим, ходим, приходим, а мы уже в другом измерении. Представляешь? Нету. Ничего нету. Один лес. А я говорю, нет, это они такие стали в эту ночь. Представляешь? Я такого папоротника в жизни не видела. Представляешь? Вот ты говоришь. Я не знаю, что с вами такие злобы устранные, испугалась. Мама, 12 надо рвать. Подожди, давай цвет. Ну, с таким и тем самым, то ніякой разницы. 12, уже без 5-12. Так, всё, мы тут стоим, давай стоим и ждём, пока зацветёт. Всё, давай не двигаться. Мама, время. 23,53 минута, не на секунде. Очистки, успехи. Ой, люди, всё. Всё. Да. Одна минута, всё, ладьба, я ладьба. Ладьба, я ладьба. Ну что, не повезло, будет на следующий год теперь ловить. Ну вот, так сказать, полночь. Ну, папоротников цветочка мы не нашли, но зато мы насобирали цветочка в землянике. На моём канале есть видео о полезных свойствах цветов и листиков землянике. Если кому интересно, загляните в видео, ссылочку я оставлю под видео в описании. Самое интересное, эти цветочки обереги, поэтому их нужно завязать розовой ленточкой и повесить маму над дверью. И они тебя будут защищать. Вот так вот сделаны. А ещё, если они собраны были ещё и собраны, Ивана Купала. Поэтому он обладает, наверное, неимоверной силой. Благодарю за внимание. Если вам понравилось видео, ставьте лайк под видео и подписывайтесь на мой канал АТОМ Асюн с Ксюшей. Может быть, он вам будет чем-то полезен, а может, просто интересен. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok